здравствуйте прислали мне два магнитных кабеля для проверки точнее говоря для сравнения кто из них хуже кто из них лучше ну хотел бы отметить следующее что вот этот кабель длиннее он кстати говоря шел в коробке на коробке есть всякие технические характеристики и длина его там написано 2 метра этот же метровый поэтому сравнение считаю некорректным но на всякий случай все равно проверим на просадку сравнивая там с какими-нибудь моим это эталонным кабелем в кадре уже виднеется кусачки это значит что я вот этот кабель сделаю вот так вот обязательно его посмотрим что у нас внутри посмотрим какие чипы потому что заявлено что этот кабель 100 ваттный несмотря на то что здесь юсб-эй я покажу почему он 100 ваттный на этот кабель у меня ну здесь тоже написано 100 ватт значит в принципе тоже 100 ватт да оба кабеля магнитные на меня попросили бренд не показывать поэтому я вот здесь вот так вот затер ну и в любом случае я вот эту часть разберу потому что меня очень сильно колеблит как устроено вот здесь соединение я думаю что соединение устроено по принципу как сигнал о на руле у автомобиля но вот вот это я считаю очень удобным то есть и вот так вот поворачивается и так и даже можно я не знаю в пауэрбанк воткнуть да и как угодно ты поворачиваешь и вроде бы как блин все оторвалось но пауэрбанк тяжелый тяжелый он тяжелее телефона любого телефона держит магнит хороший что у одного что у другого каждый кабель вроде бы как универсальный потому что у него есть и lightning и micro usb ну и тайп си соответственно тоже здесь все то же самое но не все то же самое здесь реализована площадка для крепления этих разъемов несколько иначе ладно давайте посмотрим на разъем как-нибудь поближе вот так вот мы видим раз два три 4 5 контактов это правильно почему потому что кабель 100 ваттным может быть только юсбиси ну я имею ввиду что юсбиси он и в априке юсбиси рассмотрим близко контактную часть здесь мы увидим всего пять контактов потому что пятый это cc cc наверное вот так вот будет правильнее говорить это значит плюс минус d плюс d минус и cc у меня всю жизнь вызывает недоверие любые соединения любые контакты любые сын да опять таки я наверное повторюсь соединение это все в моем понимании неправильно значит мы имеем здесь раз соединение то есть вот у нас кабель получается тайп си тайп си раз соединение потом два соединения где-то же здесь есть соединение вот как-то но реализовано я обязательно все это в сковоре вскорырну и покажу и три соединения рассмотрим как устроена контактные площадки с другой стороны их по две штуки и один на cc на си си вот как-то это так выглядит попробую-ка я на них нажать интересно подпружинивают ли они так возьму какую-нибудь другую да они подпружинивают не знаю будет это видно на кадре может быть я как-то увеличу но в общем подпружинивают ладно это хорошо здесь же в принципе все то же самое абсолютно то же самое так ладно теперь что касается 100 ваттности так я на всякий случай вот этот разъем уберу здесь то правильно написано 18 ватт потому что больше он не передаст у него вообще всего четыре контакта это там все у мишный кабель может там power delivery передать до 60 ватт но здесь такое не пройдет да и но попробуем прочитать тестером на наличие чипа значит тот кабель который двухметровый который можно будет не обрезать мы видим и изб 32 ну нет нет ну какой есть 32 но 4 же контакта всего плюс один cc ген-2 епр еще вдобавок 50 вольт 5 ампер ну на коробке написано 100 ватт здесь же мы видим 240 юсб-3 2 ген-2 ладно с этим встречаюсь уже не первый раз до чип можно поставить какой угодно и хрен то с ним посмотрим второй кабель который нельзя вскрывать тоже юсб-3 2 ген-2 но во всяком случае он 100 ватт не написано 20 вольт 5 ампер ладно это правильно но кстати да вот так вот оп отключаем подключаем до показывает что 5 амперный ладно чипы есть и так для начала возьмем мой как бы эталонный кабель но кабель достаточно хороший и на самом деле я им уже много что проверил и при 20 вольтах вот который отдает powerbank да и 5 амперах у него просадка всего пол вольта здесь насколько я помню я делал обзор на этот powerbank а у него точно держится в районе 20 вольт так что все точно можно ну примерно примерно все равно мы будем думать что у кого больше тот и лучше поэтому сейчас я подключу вот этот двухметровый кабель и мы посмотрим на сколько у него просядет напряжение так раз уж этот кабель можно будет препарировать я уж сразу от него вот эту штуку от кушу потому что неудобно она упирается ну хотя воткнуть можно так воткнем его тестер другую часть воткнем powerbank готова триггер определился до 100 ватт кабель есть кстати смотрите тут под подсвечивается с одной стороны с другой стороны подсвечивается так и вроде бы как пока ничего не случилось пока я шевелю но пошевелю я сейчас при полной нагрузке так 20 вольт есть уйдем в бэкграунд чтобы видеть все это на большом экране даем нагрузку до 5 ампер давай 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 3 ампер но просадку уже значительная конечно значительная потому что переходники все это вред яд это все но мы видим что от тех значений которые мы видели как бы на эталонном кабеле да мы уже потеряли пол вольта даже чуть больше так давайте вот здесь вот шевелить значение меняются меняется еще вот так вот буду шевелить ну вроде бы как там но прыгает я думаю что все это будет греться конечно где-то но ладно будем думать что 19 вольт ровно но я это вижу как значительную просадку мне такой не нравится ну как я уже ранее заявил мне в принципе любые переходники не нравится и я всех призываю никогда не использовать никакие переходники если вы используете большие мощности так пробуем метровый кабель сейчас я все это дело тут подключу здесь переходник уже уберу точно также здесь воткнемся здесь воткнемся все триггернулась есть 20 вольт уходим в бэкграунд чтобы нам большие циферки видно и начинаем нагружать до 5 ампер смотрим как все это дело просядет ну вроде бы как даже получше о куда 5-го я пауэрбанк мой не выдержал таких сейчас все заново сделаем это я немножко переборщил давай заново так 20 вольт есть куда ты разогнулся так больше 5 ампер так 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 но но 4 ампера но уже понятно что этот кабель лучше да этот кабель потерял меньше и я хочу сказать что есть так сейчас перестанет нагрузка моя свистеть все перестала я хочу сказать что так вот надо 5 ампер я хочу сказать что есть 100 ватные кабели который в принципе точно также держит без переходников да неплохой кабель и и вроде как по контактам но но есть конечно изменение конечно измена незначительные не ай-яй-яй-яй-яй чуть дернешь конечно это будет все перенастраиваться заново но но в любом случае мы определили что этот кабель лучше можно заново переподключиться будет ли он не будет работать потому что здесь отвалилась кстати здесь тоже огонечек такой есть ну и поскольку задача стояла определить какой кабель лучше но по проводимости конечно же вот этот лучше однометровый да он интереснее в плане проводимости и кстати они это одинаково нет усилия практически одинаковые хотя хорошо держит магнитик хорошо держит в общем вот этот кабель действительно по проводимости лучше и он действительно 100 ваттный можно не переживать я бы наверное даже такой продавал по когда бы занимался бы продажами потому что у меня был такой период жизни когда я достаточно долгое время продавал ну ладно не важно важно что в принципе да кабель интересный и просадка не такая уж и большая сейчас кто-нибудь подумает что я хвалю этот кабель нет не хвалю потому что бренда никто не видит хотя справедливости ради хочется сказать отметить одну деталь это российский бренд который заказывает в китае продукцию и всегда сравнивает какой был лучше пустить в продажу за это конечно лайк ну или как там палец вверх в общем ладно но пора препарировать вот этот сейчас я это с большим удовольствием сделаю начнем пожалуй с его покусываний таких нежных об да нежно я его откусил сейчас еще вот здесь окушу снимем эту оплёточку тканевую увидим там еще одну оплетку сейчас мы ее тоже снимем посмотрим что у нас там за жилки внутри есть так вот они все пять штучек должны быть так плюс толстый минус толстый это не проводник это соединительная жила которая идет по всей длине да но она пластиковая не металлическая ну и все здесь д плюс д минус и синий сиси cc зачистил толстый минусовой в общем то он толстый да действительно многожильный и даже похож на медь вроде бы когда же похож на медь ну сильная жила наверное она и пропустят 100 ватт но как я уже сказал я не доверяю всяким соединением и всяким переходничкам в общем вот внутри 5 жилок конечно же ни о каком usb 3.2 тут и речи быть не может ну и теперь я попробую добраться вот до этого соединения рассмотрим его еще как-нибудь повнимательнее значит все это дело как-то наверное вот здесь вот контактная площадка вот это и как-то она где-то соединяется ладно вероломно попробую все это дело отковырять по-другому наверное никак не получится только вот так вот поддеть нет конечно можно высверлить но внешне собирать обратный кабель тем более что я его разрезал уже вроде бы как отсоединяется попробуем с другой стороны так вот это можно выдернуть наверное есть такой штифт и пробуем все это дело достать ну да как и ожидалось да да почти как на руле в восьмерке ну или в другом автомобиле да сейчас я причем с двух сторон сейчас я вот это вот загнул чтобы было видно вот так вот мы загнем и да здесь мы видим три контакта здесь мы видим тоже три контакта ну какой куда уже в принципе не очень интересно и вот так вот это все рассоединяется что ж понятно а что по этим контактам ездит наверное что-нибудь похожее вот на это но сейчас я попробую близко это показать да видно видно эти контактные площадки гибкие как-то их тоже попробую разогнуть да все-таки соединений много в кабеле не знаю как этого со временем повлияет не повлияет на проводимость но уже в 50 раз в этом видео повторюсь что я не доверяю любым соединением дополнительным каким-то соединением так попробую вот так вот отогнуть и мы видим эти контактные площадки вот и хорошо видно да которые ездят по ответной части сейчас еще вот это вот вскроем и да я вот так вот вот так вот все это устроено ну как и ожидалось принципе да и вот с одной стороны и с другой стороны и лозит по этим контактным частям соединяется и таким образом работает ну что ж вполне ожидаемо но зато было мне мне например было очень интересно посмотреть как это все устроено я вообще люблю все расковыривать и получать таким образом информацию в свой мозг это интересно это очень интересно задумка хорошая как она проявит себя на практике мне неизвестно потому что я никогда не использовал если кто-то использовал такие кабели пожалуйста обязательно об этом напишите как они у вас работают через какое-то время сколько вы их использовали есть заметили ли вы что заряжаться стало хуже со временем потому что но вот мне кажется что все это дело когда-нибудь загрязнится и контакт будет плохой и тем более если есть 100 ватт в принципе должно там как-то это все это дело греться но это я так думаю и подозреваю хотя на практике я это не проверял а вот можно было можно было не мучиться снять вот этот и вот так вот посмотреть ну я ж не знал первый раз разбираю в общем вот как то так все это устроено да ну и где-то там спрятана еще схемка для светодиодика на этом считаю что можно это видео закончить однозначно вот этот кабель лучше по проводимости ну в принципе оно и очевидно что он короче чем короче тем лучше тоже кстати не рекомендую никогда использовать длинные кабели поэтому у нас вот полфорума в телеграме кстати обязательно подписывайтесь у нас весело создавайте новые темы я по любому случаю так вот полфорума она покупала вот такие вот короткие там 12-13 сантиметров кабели на 240 ватт которые и с быстрой передачи данных до кабели хорошие потому что они короткие а длинные на больших мощностях не всегда полезны всем спасибо за просмотр я по традиции всем желаю только качественных гаджетов удачных покупок удачных продаж и пока